У украинского конфликта есть только один выгодополучатель. Оружейные корпорации США. Таким мнением поделился российский политолог Никита Минткович. По его мнению, Вашингтон наживается не только на Украине, но главным образом на Европейском Союзе, который близок к экономическому краху и небывалой деиндустриализации. Безусловно, главные бенефициары агрессии против нас — это оружейные корпорации США, которые с помощью развязывания конфликтов получают новые госконтракты на оружие. А поскольку сейчас происходит деиндустриализация Европы, они еще и теснят своих европейских конкурентов. Я считаю, что, безусловно, до тех пор, пока будет возможность, США и НАТО будут разжигать этот конфликт в интересах своего крупного бизнеса. Столтенберг в октябре признал, что запасы многих стран НАТО уже исчерпаны. Аналогичные заявления делали представители немецкого бундесфера. Именно поэтому сейчас крупные корпорации пробивают заказы на перевооружение и натовских армий, и, собственно, дополнительного вооружения армии Украины. Другое дело, большой вопрос, хватит ли на это ресурсов и в США, и в Европе, где деньги нужны на решение собственных социальных проблем населения. Не секрет, что бездумная помощь Украине вызывала уже неоднократно общественные протесты, демонстрации, митинги в Германии, Италии и ряде других стран, где все приводило даже к столкновениям с полицией. Поэтому свои агрессивные аппетиты западные, европейские, американские элиты будут вынуждены частично ограничивать. От постоянно растущего спроса, безусловно, выигрывали американские корпорации, которые готовы пожирать и украинское, и свое собственное население.